Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях этой среды расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Спасти жизнь. На приобретение новых машин скорой помощи Минпромторг России выделит республике 100 миллионов рублей. К службе готовы. Сотрудники Федеральной противопожарной службы приняли присягу. Десерт на принтере. В 38-й столичной школе открылась кулинарная 3D-лаборатория. Минпромторг России дополнительно выделит Чувашии 100 миллионов рублей на приобретение новых машин скорой помощи. Это поможет кардинально обновить автопарк. С такой хорошей новостью сегодня началось заседание Кабинета министров в Рио главы Чувашии. Соответствующая работа уже со вчерашнего дня запущена. Просьба Владимира Ивановича Степанова эту работу очень активно продвигать и вовлекать тех коллег, которые нужны для того, чтобы этот процесс оперативно решился. Это, конечно же, прежде всего Министерство финансов, если необходимо, другие коллеги. И в случае необходимости информировать и вовлекать лично меня тоже. Мне кажется, это очень важная задача. Если мы с вами до конца года реализуем эту задачу, я так понимаю, у нас автопарк скорой медицинской помощи кардинально обновится, если даже не полностью. Поэтому просьба эту работу реализовать наилучшим образом. С 1 октября оклады бюджетников проиндексируют на 3%. Законопроект был принят сегодня на заседании Кабинета министров в Чувашии. Это затронет примерно 38 тысяч работников бюджетных учреждений. Для выплат понадобится 40 миллионов рублей на три месяца 2020-го, а на целый год 161 миллион рублей. Средства на это в бюджете республики есть, отметил министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Поддержку из республиканского бюджета получат и муниципалитеты Чувашии. Проект закона о распределении грантов между городами и районами в целях достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления одобрили сегодня на заседании Кабинета министров. В правительственной комиссии определены муниципальные образования, которые достигли наилучшего значения показателей деятельности. Как я уже сказал, их 9 показателей, по которым оцениваются. Так, определены победители. По первой группе среди городских округов с большим отрывом вырвались города Чапоксары. Сумма гранта составляет почти 2 миллиона рублей. По второй группе среди муниципальных районов были определены 2 призовых места. Первое место занял Чебоксарский район. Сумма гранта составила 1 миллион 800 почти. И второе место, Вурнарский район. Сумма гранта составила 1 миллион 224 тысячи рублей. Третье, четвертое место по округам. Это Шумерлинский, Яльчиковский район. И самые худшие показатели были в Цивильском, Варбасадском и Козловском районе. Эти средства муниципалитеты потратят на развитие инфраструктуры. Вертолет санавиации доставил первого пациента из Батревского района в Чебоксары. На экстренную операцию мужчины привезли за 35 минут. Время транспортировки наземным транспортом составило бы порядка двух часов, сообщили в городской клинической больнице номер один, куда доставили пациента. Кроме оперативности, преимущества и в безопасности транспортировки больного. Она проходит без усугубления состояния. В салоне предусмотрены два места для медицинских работников и одно для пациента. Медицинский модуль вертолета подобен реанимобилю. На борту можно провести реанимацию и интенсивную терапию. Напомним, вертолет скорой помощи прибыл в Чувашию 8 сентября. Авиационные услуги республики предоставляют русские вертолетные системы в рамках программы развития первичной медико-санитарной помощи нацпроекта здравоохранения. На 2020 год запланировано около 50 вылетов. Цифра в цифре. Сегодня правительство Чувашии и Сбербанк подписали соглашение о взаимовыгодном деловом партнерстве. В Рио главы Чувашия Олег Николаев и председатель Волговятского банка Петр Калтыбин намерены сотрудничать в сфере новых цифровых технологий. Они затронут не только финансовую и экономическую сферу, но и социальную. К примеру, в этом году в 10 школах республики будет запущен сервис «Школьная цифровая платформа», разработанный благотворительным фондом Сбербанка. В нем будет сосредоточен цифровой контент по всем предметам школьной программы с 5 по 9 класс. Для учителей подготовят интерактивные и авторские образовательные модули. В следующем году сервисом смогут пользоваться все школы республики. Что касается здравоохранения, то уже сегодня в 7 больницах реализуется пилотный проект по цифровизации рабочих мест медиков. Это экономит время персонала на заполнении медицинской документации. Коснулись вопросов не только о цифровизации, в рамках которых мы подписали соглашение и договорились решать вопросы, связанные с цифровизацией повестки в области здравоохранения, образования, помощи, соответственно, для того, чтобы ускорить качество сервиса и обслуживания жителей республики. Добербанк обладает на сегодняшний день этими технологиями. Мы договорились их применить на территории республики оперативно. В Рио главы Чуваши Олег Николаев встретился с членами экспертного совета Всероссийского конкурса «Премия правительства России в области качества». Напомним, в нем участвует Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. С 8 по 11 сентября специалисты Федерального центра участвуют в очередном этапе, чтобы подтвердить право быть в лидерах качественного оказания услуг. В Чуваксарах работают члены экспертного совета. Ежегодно за право быть лучшими борются 350-400 различных организаций со всей России. Конкуренция достаточно высокая и далеко не все конкурсанты доходят до очного отборочного тура. Сегодня же Олег Николаев вручил государственные премии в области литературы и искусства, науки и техники. Лауреатом государственной премии Чувашской республики стал Константин Долгашев, профессор Педагогического университета имени Яковлева. Получил награду за цикл работ «Пою тебе мой край родной». В области гуманитарных наук звание лауреата присвоено кандидату исторических наук Владимиру Клементьеву за создание книг об истории государственности чувашского народа. Авторский коллектив в составе ученых Чувашского государственного университета имени Ульянова, инженеров Чебоксарского электроаппаратного завода и акционерного общества «Внеир Прогресс» получил государственную премию за цикл работ «Разработка вакуумного контактора с магнитной памятью с управлением от поляризованной магнитной системы на основе высокоэрцитивных постоянных магнитов». Контактор при работе не потребляет электроэнергии, может достаточно долго находиться в выключенном положении без внешних источников питания. Вот в этом как бы суть экономии электроэнергии, снижение себестоимости аппарата. Ну а наша составляющая, как Юрий Михайлович сказал, необходимость была описать это в виде научного процесса и сделать доступным для науки, так скажем, для студентов, для магистрантов, ну и в целом в производстве. В республике создадут единый центр патриотического воспитания. К такому выводу пришли участники выездного совещания, которое прошло на базе Чебоксарской школы ДОСААФ. Здесь целенаправленно готовят к службе и тех, кто пойдет на срочную, и тех, кто готов защиту Родины сделать своей профессией. Курсанты учатся водить, держать оружие. Подростков юнг морского спортивно-технического клуба «Юный патриот» знакомят с водолазным снаряжением. Впрочем, патриотов воспитывают не только здесь, но и в патриотических клубах. Развитого республики и кадетское образование. Количество ребят, охваченных кадетским образованием, ежегодно растет. Так, в 2019-2020 году в школах, имеющих кадетские классы, а также в трех кадетских школах и Чуварском кадетском корпусе ПФО имени героя Кочетова, насчитывалось 208 кадетских классов, в которых обучалось 4794 человек. И все же различные учебные сборы, профильные детские лагеря, спортивно-патриотические соревнования носят разрозненный характер. Да и занятия по основам военной подготовки проводятся не во всех школах. Все, что вы делаете уже и наработали, сейчас очень грамотно нам надо копить и синхронизировать с процессом обучения. Прежде всего, старшеклассников, потому что принятие закона о роли школы, вообще образования в воспитательном процессе, что вперед будет ставиться теперь все-таки в воспитании. И, соответственно, воспитанный человек однозначно должен быть образованным. То есть здесь как раз в том числе открывать наши возможности. Олег Николаев предложил объединить работу всех организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой, и создать единый центр патриотического воспитания в республике. Связующим звеном может стать учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» при Минобразовании Чувашии. Принятие присяги – ответственное и волнующее событие. Сегодня сотрудники Федеральной противопожарной службы подтвердили свое желание верно служить стране и ее народу. Построение в два строя, звук фанфар и почетные гости – одно из самых важных событий в жизни огнеборцев прошло в официальной и торжественной обстановке. Быть бдительным, мужественным и честным при исполнении гражданского и служебного долга. Старшие товарищи готовы принять в свой строй новичков и передать им опыт нелегкой службы. А мы, старшие поколения, надеемся, что вот это молодое поколение, они, продолжая наши традиции, будут честно, добросовестно выполнять. Отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты и благодарности. Работа сотрудника МЧС связана с постоянным риском жизни, с опасностями, но при этом очень благородная, потому что каждый их выезд, каждое их выполнение задачи, оно связано с помощью конкретному человеку в сложной жизненной ситуации. Новобранцы, готовые прийти на помощь людям в любую минуту, уже заступили на дежурство в пожарно-спасательных подразделениях МЧС. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. О роли мужчин в воспитании детей, о сохранении семейных ценностей говорили сегодня на заседании Совета отцов. В Республике реализуются специальные программы в этом направлении. Часть из них поддерживает федеральное правительство, часть – местная. Проект «Победитель фонда президентских грантов школы для родителей» оказался одними из самых востребованных. Воспитание собственного ребенка – процесс увлекательный и сложный. Большую помощь в этом оказывают психологи, рассказывающие папам о сложном внутреннем мире современных детей. Председатель Совета отцов Чуваши Алексей Мурыгин считает, что большую роль в укреплении мужского авторитета в семье сыграет и новый праздник – День отца. Напомним, он учрежден указом Рио-главы Республики в мае этого года. Отмечать праздник будут в последнее воскресенье октября. Наблюдатели, которые будут следить за ходом проведения выборов, проходят обучение. Его проводит Общественная палата Чувашии. Выборы главы региона и его органы местного самоуправления в этом году проходят в три дня – 11, 12 и 13 сентября. Общественная палата Республики намерена направить на избирательные участки более двух тысяч человек. Обучающие семинары проходят во всех муниципалитетах Чувашии. Специалисты рассказывают наблюдателям о целях и задачах, методах фиксации и реагирования на нарушения. Все три дня во всех муниципальных образованиях будут функционировать территориальные штабы общественного наблюдения. Чебоксарские школы, в которых расположены избирательные участки, временно переходят на дистанционное обучение. Детские сады будут работать в штатном режиме, кроме корпусов, где будет проводиться голосование. Воспитанники столичных садов номер 118, 205 и 203 временно будут находиться в других корпусах этих же детских садов. В этих образовательных учреждениях клининговые компании к утру понедельника проведут полную дезинфекцию. Больше спорта и комфорта. Одна за другой в столице Республики преображаются дворовые территории. Как выглядят площадки после ремонта, увидел в рио главы Чувашии Олег Николаев. Вместе с главой администрации Чебоксара Алексеем Ладоговым он побывал на некоторых из них. О том, что еще недавно здесь были заброшенные гаражи, говорят только эти фото и местные жители. Теперь бульвар Митова полностью преобразился. Безусловно, большой многофункциональный спортивно-развлекательной площадке рады все. Мы с детьми каждый день сюда ходим. Нам очень нравится. Они развиваются. Они знакомятся с детишками, общаются. Мне очень нравится эта площадка. Тем, что здесь много всего интересного. Можно на турниках повисеть, можно заняться на тренажерах, развиваться. Причем появилась не только площадка для отдыха и игр. Обновили и отремонтировали пешеходные дорожки, парковки, подъездные дороги. По инициативе в Рио главы республики теперь к ремонту дворовых территорий подходят только так, комплексно. Этот проект обошелся в 16 миллионов рублей. Вы, кстати, большое дело делаете в городе. Столько, не только при домовой территории. Это вам лично комплимент. А дорог сколько делаете? Председатель многоквартирного дома номер 27 по бульвару Митова Вера Савдингина вспомнила, что впервые разговор об этом пространстве зашел еще 4 года назад. Тогда жители проявили инициативу и собрали 1% от стоимости проекта. А это около 160 тысяч рублей. В прошлом году у нас масштабное строительство шло объектов. Всего города. Школы, садики, дороги и так далее. И на благоустройство дворов у нас было выделено всего лишь 25 миллионов рублей. 25 на весь город. А в этом году, с учетом поддержки из республики и решения Олега Алексеевича, 400 миллионов с лишним выделено на благоустройство дворов. То есть разница в 16 раз. Жители видят изменения. Ощущаем мы это. Свой центр протяжения теперь есть и у этой детворы. На дворовой территории по проспекту Мира 82 появилась своя современная детская площадка. На те улицы, в которых проходит ремонт, потому что вот прям красота. Асфальт становится красивым, приятно идти. Широкие дороги прекрасные. Идти очень удобно. На детских площадках по современным стандартам укладывают специальное резиновое покрытие. А это гарантия безопасности даже для самых маленьких. Недавно по инициативе жителей здесь появились светильники. До 9 часов вечера гуляют все. Не загонишь. Мы, жители, инициативно вот так посадили деревья. Мы хотим аллею сделать специально вдоль тротуара, там, где плитки положили. У нас вдоль тротуара еще скамеечки стоят. Бабушки у нас отдыхают там. Очень довольны, что зеленая зона. Хотим видеть свой двор прекрасно. Это самое главное. Когда мы все сами вовлечемся в создание этой красоты, в итоге получается вот такой результат. На таких площадках непременно вырастут будущие чемпионы. Налицо то, что преображается пространство между домами. И здесь вот тот подход, который мы начали в этом году реализовывать, комплексный подход в реализации ремонта дворов и организации пространства во дворах. Это и детские площадки, и спортивные площадки, и иные малые архитектурные формы. Вот позволяет вот таким образом создать людям совершенно иные места коммуникации и самое главное пространство, где могут приводить время люди разных возрастов. Люди готовы дальше продолжать благоустраивать свои дворы. Ну а мы со стороны власти можем на себя взять как раз покупку и привозку, вернее доставку сюда этих согласованных растений и кустарников. Итоги выездного совещания подвели на встречи с председателями ТОСов. Обсудили дальнейший механизм взаимодействия органов власти и местного самоуправления. В том, что он дает результат, убеждать никого не пришлось. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Транспортная полиция задержала браконьера, который незаконно ловил раков в Суре. Ловца обнаружили во время рейда по охране водных объектов на 15-16 километре судового хода реки. 1372 рака. Это оперативные съемки с изъятия более тысяч раков у 32-летнего жителя Мариэл. При нем было и оборудование для ловли в промышленных масштабах. Экологический ущерб от незаконной добычи составил более 315 тысяч рублей. Раков отпустили на волю, а браконьеру теперь грозит лишение свободы. Отделением дознания Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 в статье 256 УК РФ «Незаконная добыча вылов водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы сроком до двух лет. В селе Большой Сундырь Маркаушского района открылась модельная библиотека. Обновляют учреждения культуры на селе в рамках одноименного национального проекта. Здесь есть все для комфортного времяпрепровождения. Выставочная зона вдохновения готовит читателей к знакомству с библиотекой. Интеллект-центр для ребят, познающих мир через развивающие игры. Нашлось в библиотеке место и для условного водопада – символа здешних мест. Серебряный каскад создает атмосферу уюта и спокойствия. Здесь хорошо читается. Современное оборудование и богатый книжный фонд превратил Большесундерскую сельскую библиотеку в современное многофункциональное культурное пространство с новым форматом общения. В дворец книги уже поспешили первые читатели после вынужденного перерыва. Кулинарная 3D-лаборатория открылась в 38-й столичной школе. Она появилась благодаря федеральному гранту «Кадры для цифровой экономики», который выиграла учебное заведение. Обо всем по порядку Юлия Важенина. Напечатать карту местности для урока географии, скелет для биологии или мяч для занятий физкультурой – все это может сделать вот такой умный принтер. Но в этой лаборатории предпочитают воплощать сладкие фантазии. Здесь стоит пищевой 3D-принтер. Причем собрал его руководитель лаборатории вместе со своими учениками. Мы переоборудовали принтер, который печатает пластиком, и переоборудовали его на печать шоколадом. То есть теоретически, я думаю, что можно и печатать будет, и со временем тестом будем печатать, и сахаром планируем, да, тоже. Утка-чебок-сарик – фотография любимого города или герб Чувашием. Такие оригинальные детали не только возбуждают аппетит, но и отлично украшают стол. Сверху мы приклеивали герб Чувашской республики, изготовленный с помощью пищевых красителей, напечатанной на вафельной бумаге. Такая сладкая печать значительно облегчает работу кондитеров. Получается гораздо интереснее. То есть мы сейчас сделали герб Чувашием. Если бы мы это делали вручную, это бы заняло достаточно больше времени на изготовление. Скорее всего, у нас не получилось бы в точности его повторить. Поэтому эти технологии позволяют делать что-то быстрее и качественнее. 3D-лаборатория – симбиоз информатики и кулинарии. Кондитеры придумывают украшения, айтишники воплощают их в жизнь, пишут программу для принтера и запускают его. На 3D-принтере можно сделать практически любую вещь. То есть от столовых приборов в будущем можно даже не только пластик использовать, а различные материалы, типа нейлона или что-то подобное. Я за этим вижу будущее. За тем, что любой человек в домашних условиях сможет напечатать все, что он хочет. Сейчас Артем работает над проектом рамы для своего велосипеда. Он делает 3D-модель и уже потом сможет воплотить ее в алюминии. Кстати, в планах руководства столицы оснастить различными умными принтерами все школы Чебоксар. Надо использовать и в других школах. Если можно будет, может быть, что-то в области гончарного производства, может быть, в области деревянного производства, пластмассовых каких-то буквально игрушек, изделий. Это в школе по силам, и мы в этом им поможем. Что же касается 38-й школы, то ее руководство уже большие планы на новый учебный год. В 2020 году мы планируем запустить во всех параллелях начальной школы робототехнические студии. Мы запускаем три совершенно бесплатных для детей направления с преподавательским составом Кванториума. И это будут программы графический дизайн, 3D-моделирование. Совершенно уникальная программа, как космический инжиниринг. Соответственно, наши дети уже наперебои пытаются записаться в эти студии. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Это главные новости среды. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин